Добрый день. Купил себе мультитул Grand Harvest для либо велопутешествия, либо просто пешего путешествия. Долго выбирал. Не хотелось и дешевые, и сильно дорогие не хотелось, ну и качественные. Он сам пришел в коробке маленькой. Коробка плотная, нигде не побьется, не сломается. Потом чехол такой, тут на резинке, тут такой для вот этих отверточек всяких. Тоже хороший чехол мне понравился, на ремень вешать. Дальше насадки. Ну насадки я так посмотрел, это я уже сам сделал под свои нужды. Насадки, во-первых, тяжелые, а во-вторых, они не все мне нужны. Я, допустим, выбрал, которые мне именно... Они просто повторяются. На мультитуле они есть, и здесь они есть, а лишний вес с собой носить нет желания. Куда вставляются насадки? А здесь вот такой код, как на мультитуле, как он называется, квадратик-прямоугольник. Мультитул мне понравился. Он такой не легенький, скажем. Конечно, это мне не очень понравилось. Ну, понятно, что то ли ты выбираешь легкое, но не качественное, то ли ты выбираешь тяжелое, но качественное. Некоторые такие мультитулы идут без клипсы. Я даже, я когда заказывал его, там на рисунке не было клипсы. Я даже и не думал, что она с клипсой ко мне придет. Давайте покажу, что тут идет. Тут идет пила. Как пилит? В походе нигде я еще не был. Просто в домашних условиях попробовал. Пилит нормально. Досточки всякие. Потом здесь идет напильник с этой стороны. С этой стороны линейка. Дальше идет тут нож. Нож хорошо наточенный. Стругать, опять же, я не пробовал. Бумагу, естественно, режет она хорошо. И ножницы. Ножницы, когда они только... Ну, пришел мультитул, они не разлаживались. Недоработка, короче, была. Я вот так ее разлаживал. Оно здесь получается... Вот эта сама штучка должна нажиматься. Вот здесь нажимается, и тогда ножницы открываются. Но оно не нажималось, потому что вот здесь я подпиливал, и немножко здесь, и здесь снимал металл. Оно очень плотно там было. Ну, и немножко здесь я ровнял. Ровнял, ровнял. В итоге... В итоге кусочек отбил. Он немножко там на 6 миллиметров больше был. И вот, короче, доделал. Теперь просто нажимаю, и они открываются. Ножницы тоже острые. Острые режут. Я слаживал бумагу, которая А4, в 4 раза, и все хорошо оно перерезало. Допустим... Вот я... Кстати, бумажка у меня есть. Вот, в 4 раза. Замечательно все оно режется. Конечно, вот этот хвостик, он вроде как и не... немного 6 миллиметров, но все равно стало не хватать. Ну, ладно. А ну, сейчас... Это сколько? Раз, два. Раз, два, это 4. Восемь. Восемь я не пробовал. Да, и восемь замечательно режет. Так, слаживаются они. Опять же, здесь нажимаются, и просто засовываются. Так, теперь разложу эти самые плоскогубцы, или круглогубцы, кому как нравится. Оно не вообще, по идее, круглогубцы. Но опять же, круглогубцы здесь должны круглые быть. Все замечательно. Все... Мне что не понравилось, что оно... на пружине. Я думал, есть возможность как-то пружину эту вытащить, чтобы не было. Нет. Оно внутри получается... Короче, с двух частей состоят эти круглогубцы, и в середине стоит пружина. То есть, ее никак нельзя достать. Дальше, с этой стороны, инструменты. Это веревку резать. Ну, вот эти... Это ничего не... Это самое, это просто ногтем поддевать. Вон они. Тут тоже поддеваются. И две отвертки. Тут одна отвертка, тут вторая. Это бутылки открывать, это банки открывать. еще здесь, где она есть. Вот она. Где она? Вот так вот. С этой стороны еще есть. И за этот... Как она? Изоляцию снимать с кабелей. все она хорошо держится. Здесь получается пластмассовая вот эта штучка. Ее надо хорошо так нажать, тогда она слаживается. А так она в пазы попадает и хорошо все держится. так. С этой стороны идет шило тоже очень острая. И вот эта часть очень острая. И само шило очень острое. И тут идет отвертка. Отвертку я отпилял. Тут была маленькая отверточка. но она получается не вот такая как вот такая нормальная отверточка. Она влазит в любые болты. В шурупы. Нестандартная короче была. и мало что можно было ей открутить. Она просто этот самый когда я откручиваю она слизывала просто и плохо откручивала. Вот. А во-вторых почему я ее убрал потому что вот это когда сюда вставляется она плохо входила. Она получается вот так вот на таком расстоянии была вот эта отверточка и она короче еле-еле вот это держалась на ней ну короче выходила. Здесь внутри стоит магнит но он стоит с этой стороны а с этой стороны плохо оно не доходило плохо держало и короче сейчас срезал я и теперь оно все плотно заходит и держится короче с напильником типа отвертки опять же вот она отвертка такая же самая зачем мне две штуки поэтому я здесь вот он где фокус вот обработал и получилось типа стамески стамеска мне больше пригодится чем отвертка где-то на природе еще я сделал опять же для себя шило взял спицу велосипедную сделал шило и с этой стороны вот так вот сточил это чтоб оно я думал думал куда его примастить чтоб оно не прокручивалось и держалось вот с этой стороны здесь здесь и здесь есть пазы один паз если вставлять но это я не знаю на всех или не на всех мультитулах у меня так если в один вставляю оно получается здесь больше места оно туда же проходит а если сюда то оно а вот наоборот здесь проходит а здесь четко стоит вот так я думал еще вторую другое место я тоже находил вот сюда а теперь я покажу что сколько по длину по ширине и по весу сам мультитул грубо говоря 11 сантиметров если быть точным там 10 и 7 длину ширину почти 4 ну грубо говоря 4 и 2 сантиметра но это без без клипсы если с клипсой то грубо говоря 2,5 сантиметра так дальше дальше допустим первое попавшееся это напильник напильник почти 8 сантиметров эту линейку я тут сравнивал она сходится правда 0 тут был но 0 находился не на самом конце а вот где-то вот здесь ну так в общем сравнивал она сходится так это шопила пила 8 сантиметров в длину зубья которые именно будет пилять 6 с половиной сантиметра так ножнички ножнички мне тоже очень понравились потому что на других мультитулах они малюсенькие где-то я не знаю вот такие наверное и малюсенькие и все и сами ножни но эти самые полотна эти самые тонкие все здесь тут они поставлены место серрейтора серрейтор он мне 300 лет не нужен а вот ножницы как раз мне там ладку какую-нибудь подрезать но для ногтей оно не пойдет там в комментариях пишут вот типа ножницы толстые ногти вообще-то мультитул делается не для того чтобы ногти подстригать в длину 7 сантиметров если вот это саму режущую часть отсюда вам ну допустим 6 как должно быть то что у меня поломалось где-то так где-то 6 они не намного сильно дальше поломалось короче почти 2,5 сантиметра режущая вот эта сама часть и ручки я вот до болтика 4 сантиметра так дальше ножичек ножичек режущая часть семь с половиной сантиметра и по толщине ножичек по толщине 2 2,5 сантиметра это в начале в конце тоже 2,5 давайте напильник тоже самое напильник потоньше 2 сантиметра что тут пила пила 1 сантиметр толщина и ножницы 1 сантиметр плоскогубцы плоскогубцы или круглогубцы 5,5 сантиметра толщиной 6,5 и здесь на конце 1,2,3 да чуть больше 3,3 и 1 ну 3 миллиметра сейчас покажу так скажем одно себе сделал другое только что сейчас это заметил сейчас еще раз покажу вот оно открытое вот я его не могу сомкнуть я не могу я сейчас не мог понять что он не смыкается а потом понял в чем проблема одно сделал другое короче я вот эту отверточку срезал и как раз вот эти губки ложатся сюда и они упираются они должны когда была отверточка они сверху отверточки ложились а сейчас они вниз ложатся и упираются и не закрываются мультитул а с этой стороны инструменты гладкие ну короче губки на него ложатся и теперь мне надо губки получается сначала сюда ложу а теперь оно закрывается если только губки я сначала сюда положил то она уже не закроется вот она и сейчас я взял еще весы на весах я взвешу покажу что сколько весит так видно оно да видно вот он этот самый мультитулсом 253.9 и все биты 72 и 8 чехол 23 3 ну так как я мне вот эти все не мне не нужны поэтому вот это мне нужно и вот это мне нужно вот это так и вот это вот нужно все остальное у меня шестигранники отдельно есть другого инструмента они мне вот эти не нужны только вес будет делать вот эти отвертки они на мультитуле есть такие же ну и вот эти как они называются отвертки крестовые одну взял ну может еще одну пусть еще одну вот это все что будет со мной ездить оно еще и шило не всего но будет 301 и 9 немало конечно потому что на сайте показано что 250 по-моему мультитул точно не помню где-то так но это считается без отверточек без насадочек без чехла только один мультитул все в принципе спасибо за внимание